Продолжение следует... Дважды два равно четыре. Определённые, так сказать, исследовательские группы западные, они скажут, опять, опять это время покажут, пыталось что-то вот навязать людям, какой-то обман. Вы думаете, это я придумываю? Нет. Вот вам, значит, там создали специальную группу в Евросоюзе, называется она по стратегическим коммуникациям на восточном направлении, у которых, конечно, шикарная работа, я бы поработал на такой. Они отслеживают все средства массовой информации российские, все наши телевизионные программы, отсматривают их, анализируют и нашу программу в том числе. И вот какой они сделали вывод по поводу наших с вами разговоров, я так понимаю, про Украину. Пожалуйста, для того, чтобы вы смогли оценить, ну, так сказать, суть их оценки, я вам сейчас покажу маленький кусочек из нашей программы. Слушай, важная новость пришла с Украины в Одесский порт, вошел туда корабль военно-морских сил США, эсминец, который называется Дональд Кук, с ракетами на борту, там, с большой дальностью и так далее. На этом корабле встретились Порошенко, Волкер, Марий Иванович и, говорят, Климкин, можно ли эту встречу на эсминце считать, условно говоря, подтверждением символическим того, о чем вы много раз говорили здесь в студии? Вот я не знаю, как, ни мытьем, так катанем, ни тушкой, так чучелком, но Порошенко к власти приведут, потому что они ставят на него. Придет к власти, приведут к власти Петра Алексеевича Порошенко. Даже не потому, что, в принципе, их устраивает все, там, вот, первые, там, и Тимошенко, это они, на самом деле, все будут делать, что надо. Но в этом смысле у Порошенко есть плюсы. Во-первых, он уже доказал все. Во-вторых, если его сейчас привести к власти, очевидно, что это уже с большими нарушениями. Ну и вот, очень мне интересно, как эта восточноевропейская группа перевела не тушком, так чучелкой. Вот это мне очень интересно. Наверное, у ребят там задымилось что-то в голове. Как перевести на английский? Как перевести на английский? Не тушкой, так чучелком приведут его к власти. Хоть тушке, хоть чучела. Это по-английски? Как по-английски это перевести? Думай, думай. Чучело, я знаю, чучело, это вот, это искусственное... Ну вот, понимаете, вот примерно так и было. Так они сидели и говорят, так, слушай, чучело, это вот это вот, тушка, это вот это... О чем они так говорят? Может быть, может быть, это смутило... Может быть, это тушенка. Может быть, это смутило, значит, этих вот офигенных аналитиков Евросоюза, потому что они вот так же глубоко задумались, как Майкл. Может, что-то еще? Это смешно, правда. Да, это действительно смешно. Но они, в общем, у них где-то что-то задымилось очень сильно в этот момент, лапочки замигали, и они сделали из этого фрагмента, ну, который является фрагментом обсуждения. Я спрашиваю, эксперт говорит, да, это моя точка зрения. Ее высказывают многие, в том числе, кстати, на Украине. Какой вывод из этого делают эти исследователи? Смотрим. В нашей базе представлено более 5000 примеров дезинформации. На счету Первого канала 440 случаев недостоверной информации. Многие из них из старой доброй программы «Время покажет», которая регулярно участвует в расколе Украины, а иногда даже ссорит гостей шоу. Последняя дезинформация о том, что Запад снова подталкивает Порошенко к власти, а он использует военное столкновение с Россией, чтобы отложить выборы. Понимаете, да? То есть, ну, как бы, этот же фрагмент не мы выбрали, этот фрагмент, который они приводят, фрагмент ток-шоу, на котором эксперт высказывает свою точку зрения, повторяю, много кем озвучено не только у нас, но и на Украине, и многие украинские эксперты это подтверждают. Люди говорят, вот это пример дезинформации. Мы это читаем и думаем, а в чем же дезинформация? Мы стали разбираться. В чем дезинформация? В чем тут раскол? И ребята объясняют. Вы сейчас восхититесь примером вот этой логики, этой аналитики. Ну, просто восторг. Вот эти люди, так сказать, это вот цвет аналитики западной. Вот они как описывают, в чем здесь дезинформация. Пожалуйста. Суть дезинформации. Украина подражает политической конкуренции по образцу современной Западной Европы. Но на самом деле там нет политической конкуренции. Запад приведет Порошенко к власти. На самом деле все кандидаты на выборах были бы приемлемы для Запада. Они поступили бы так, как им сказали. Но у Порошенко есть преимущество, так как он уже зарекомендовал себя. Если он победит на выборах, очевидно, что это произойдет с большими нарушениями. Просто посмотрите на миллионы украинцев, которые не могут голосовать. Эти выборы не имеют ничего общего с демократией. Собственно говоря, это точка зрения, которая высказывается здесь регулярно и нашими экспертами, и украинскими экспертами. Это, мягко говоря, очень неудачный пример. Но тем не менее, вот скажите мне, пожалуйста, вот для вас, собственно говоря, для вас, европейцев, готовят такие доклады с такими примерами и такими выводами. Вас это убеждает? Ну, сложно сказать, но я помню, что я видел дезинформации, которые пришли из России. Подождите, я вам привожу конкретный пример. Я вам привожу конкретный пример из, так сказать, доклада, который... То есть, примеры, они эту информацию считают убедительной и доказательной. Я вас спрашиваю, для вас эта информация убедительна, доказательна? Нет. Нет. Программа «Время покажет», продолжаем работать в прямом эфире. Ну, вот мы вам показали пример того, как рабочая группа Евросоюза по противодействию российской пропаганде. Вот на каких примерах и с какими доказательствами они доказывают, что мы занимаемся пропагандой. Вы только что, как бы, все это видели, разные точки зрения, споры, вплоть до иногда, так сказать, ну, крайних. Но, если бы эти ребята просто анализировали и писали вот эти свои «нет», на основе их, как бы, исследований принимаются резолюции Европарламента, которые звучат вот таким образом. Слушаем. Европарламент рекомендует рассмотреть вопрос о разработке правовой базы, как на уровне Евросоюза, так и на международном уровне для борьбы с гибридными угрозами, включая кибернетическую информационную войну, которая позволила бы обеспечить жесткий ответ со стороны ЕС, включая также целенаправленные санкции против тех, кто отвечает за организацию и проведение этих кампаний. То есть, вы понимаете, эти прекрасные европейские демократические люди отсматривают такие программы, как наши и многие другие, из этого делают вывод, что это нехорошо, им это не нравится, надо наложить на это санкции, и надо, как бы, еще больше не просто эту группу, а надо еще эту группу в постоянно действующий орган превратить. А теперь скажите мне, пожалуйста, кто в этой ситуации против свободы слова, против обсуждения разных проблем, и еще заодно, скажите ли вы мне, представляете ли вы на чешском телевидении, какую-нибудь дискуссию с человеком, который бы российскую точку зрения излагал. Например, как Михаил Делягин. Пожалуйста. Так, я бы сказал, что Россия ресурсом дезинформации. Например, вот это первое заявление Еврокомиссии, или чего-то, которое вы видели раньше, уже является для меня дезинформацией, потому что не могу себе представить, как бы Евросоюз мог сказать, что на Украине не чувствует демократический выбор. А должно быть осторожно, потому что да, с Россией, я открою Фейсбук, я открою Инстаграм, там информации, которые, наверное, подходят российских каких-нибудь ресурсов. Секунду, а Фейсбук и Инстаграм это какие-то российские средства массовой информации? Я что-то пропустил? Здесь речь идет о российских СМИ. Вы ведь опять даже здесь подменяете понятия. Нет, это начинается Фейсбуком, Инстаграмом, приходит из новостей. Я когда я смотрю, я вам скажу, когда я смотрю российское телевидение, я чувствую себя как в какой-нибудь войне. Что я должен быть осторожен, что идет война. А знаете почему? Война никакой войны вообще нет, что мы все русофобы. Это уже дезинформация. Если вы ни на каком другом телевидении, которое обсуждает Россию, никого с пророссийской точки зрения из России нет. У вас нет ощущения войны от вашего телевидения, потому что у вас представлена одна точка зрения, а нас вы и в своих резолюциях, и на своем телевидении обсуждаете за глаза. Мы даем слово вам, даем слово Майклу, даем слово Запорожскому и так далее. Вы сюда приезжаете и говорите, секунду, я регулярно спрашиваю участников наших студий, кто из них бывает на ток-шоу на Украине, в Европе, и не говоря уж про Америку. Никто и никогда. Никто и никогда. Майкл? Очень видно, что они промахнулись. Это, конечно, мимо кассы. Это мимо кассы, потому что пусть вы самых русских дезинформируете. Причем здесь европейцы? Если надо взять за русскую дезинформацию, надо говорить о Russia Today, о тех каналах, которые на их языке. А тогда что это? Я не знаю. Но то, что это неудачный пример. Второй уже, обрати внимание за программу. Да, но положа руку на свет. Так. Положи, положи. Ну, я смотря еще послушаю, что ты скажешь. Клади, клади. Я, знаешь, своим сердцем, я как бы не Петр Порошенко, я своим сердцем сам располагаюсь, американец. Руку на сердце. Есть и удачные примеры. Давай о них будем говорить. Смотрите, хотел, чтобы я про это руку на сердце клал. Вот смотри, вот кто из нас пропагандист и манипулятор? Буквально позавчера мы говорили на полном серьезе о том, что американцы, оказывается, сбили Боинг на Донбассе. А кто его сбил? Секунду, а кто его сбил? Секунду, а кто его сбил? Значит, смотрите, вот это... Я говорю о беусе, что американцы это сделали. Это не дезинформация? Да, вот это очень хороший для вас пример. Значит, Майкл говорит, мы тут два дня назад на полном серьезе говорили. Я просто вам напоминаю, что главный пример, это то, что президент Соединенных Штатов Америки, Обама, на следующий день после сбития этого Боинга, президент США, заявил о том, что это Россия. И этот человек нам здесь рассказывает, что мы, обсуждая версию, что это могли быть кто-то другие, а не мы, мы занимаемся... Обама заявил об этом на следующий день. О чем ты нам тут рассказываешь? Он сказал, хай или лайк, и это все меняет. Европейские тоталитаристы... Более того, информацию о Боинге заявили немецкие СМИ, пожалуйста. Значит, я просто хочу обратить внимание, что европейские... Мы цитировали европейские СМИ, Майкл, пожалуйста, пожалуйста. Значит, европейские тоталитаристы и сторонники апартеида, потому что в Евросоюзе единственные две страны апартеида существуют в мире, и апартеид не противоречит европейским якобы демократическим ценностям. Европейцы полностью копируют Соединенные Штаты Америки. Это для них светлое будущее. В Соединенных Штатах Америки, как мы знаем, по делу Марии Бутиной, которая официально вменена в вину, что она смела высказывать мнение, отличие от американской пропаганды, в частных беседах с американскими лицами официальными. Она за это сидит, ее за это пытали, она сидит за это до сих пор, может быть, ее за это пытают и сейчас. Это часть официального обвинения. Естественно, уважаемые европейские коллеги, следуют американской традиции и рассматривают инаковыслие как преступление. И то, что здесь высказывается, какая-то точка зрения, не соответствующая официальной американской позиции, для европейцев это преступление. И второе, положа руку на сердце, раз уж мы стремимся к объективности. Конечно, это пример неудачный, который здесь приведем. Но на каждой нашей передаче, почти на каждой, на каждой, которую я слышу, есть и ложь, и клевета, и наглая и циничная дезинформация и оскорбление. Нам рассказывают про аннексию Крыма, про оккупацию Донбасса, про то, что Украина являлась колонией и прочей мерзости. Но мы даем этим точкам зрения звучать на нашем телевидении, в отличие от западного телевидения, где наши не звучат. Звучат из уст господ американцев, господ европейцев и их либеральных подпевал. Да, очень коротко. Очень коротко. Вот здесь упоминается Россия и Северная Корея. Миш, так вот, в отличие от Северной Кореи, вот почему мы не Северная Корея? Потому что действительно, как бы нам это ни было неприятно, у нас звучат и такие вещи. Понимаешь? Конечно, согласен. Ну, вот это же яркий пример того, что люди, которые не допускают и близко наших точек зрения к себе, выступают с такими призывами. Но этому надо как-то противостоять? Или это нужно считать просто вот, ну, как бы непреодолимым? Вот здесь, когда наши оппоненты пытаются нас убеждать в нашей вине, нужно сравнить качественные и количественные параметры информационной войны. Простой пример. На ту сторону, на сторону Европы и Соединенных Штатов, у нас всего две компании имеют доступ. Всего две. И нас обвиняют в том, что мы их заливаем. Сравните. Да, 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 пожалуйста. Дальше. Если говорить о классических примерах дезинформации на государственном уровне, вспомним Колина Пауэлла с пробирочкой. Вспомним, вот буквально 24-го будет 20-ая секунду. Вы вспомните, пожалуйста. Вспомним бомбардировки Сербии. Да. 95-й год, когда в Серебринце, в Боснии, показали заморенного якобы в концлагере. Чем это закончилось? Да, это был фейк. Да, это был фейк. И никто за это не ответил. Вот это конкретный пример, когда люди, люди, плевав на все нормы международного права, себе позволяют выступать в роли судилища. А мы должны перед ними отправиться, этого не будет. Согласен. И мы должны еще им регулярно напоминать, что у нас работают целые телекомпании и целые каналы, которые с утра до вечера транслируют иную точку зрения. В отличие от вас, кстати.